Владимир Сутеев. Мышонок и карандаш. Сказка. Жил-был на столе у Вовы карандаш. Однажды, когда Вова спал, на стол забрался мышонок. Увидел карандаш, схватил и потащил к себе в норку. «Отпусти меня, пожалуйста!» — взмолился карандаш. «Но зачем я тебе нужен? Я деревянный, и меня нельзя есть». «Я тебя буду грызть!» — сказал мышонок. «У меня чешутся зубы, и я все время должен что-нибудь грызть. Вот так!» И мышонок больно укусил карандаш. «Ой!» — сказал карандаш. «Тогда дай мне в последний раз что-нибудь нарисовать, а потом делай, что хочешь». «Так и быть!» — согласился мышонок. «Рисуй, но потом я тебя все равно и сгрызу на мелкие кусочки». Вздохнул тяжело карандаш и нарисовал кружок. «Это сыр?» — спросил мышонок. «Может быть и сыр», — сказал карандаш. И нарисовал еще три маленьких кружочка. «Ну, конечно, сыр! А это дырочки в нем!» — догадался мышонок. «Может быть и дырочки!» — согласился карандаш. И нарисовал еще один большой кружок. «Это яблоко!» — закричал мышонок. «Может быть и яблоко!» — сказал карандаш. И нарисовал несколько длинных кружочков. «Я знаю! Это сардельки!» — закричал, облизываясь мышонок. «Ну, кончай скорее! У меня ужасно чешутся зубы!» «Подожди минуточку!» — сказал карандаш. И когда он начал рисовать уголки, мышонок закричал. «Это похоже на ко! Не рисуй больше!» А карандаш уже нарисовал большие усы. «Да это настоящая кошка!» — пискнул испуганный мышонок. «Спасите!» — и бросился к себе в норку. С той поры мышонок оттуда носу не показывал. А карандаш у Вова до сих пор живет. Только он стал маленький. И ты своим карандашом попробуй нарисовать такую кошку. На страх мышатам.